Всем привет, Кастелло здесь, и сегодня мы с вами посмотрим Звездного Капитана и его анализ персонажа смерти из Кота в Сапогах 2. В данном видео я расскажу вам про смерти Ли Волка, который был показан в мультфильме Кот в Сапогах 2, последнее желание. Поговорим про многие интересные моменты, способности персонажа, характер, отсы... У него интересный момент только один, его свист. На щелке про образы и разные малозаметные детали, все как вы любите. Ну а если хотите еще персонажа из Кота в Сапогах, то давайте нащелкаем этому ролику 40 тысяч лайков, и я сразу же приступлю к делу. Ну, про Златовласку можно было бы сделать обзор, ну и про Джека Хорнера, почему собственно и нет. А сейчас будет важная новость. Роликов по манге Дзюнзиита в чистом виде на канале больше не будет. Проблема в правообладателях, которые периодически стали выдавать некоторым каналам страйки за пересказы манги господина Ито. Я и так уже нахожусь в зоне риска из-за количества сделанных мной роликов по творчеству нашего любимого японца. И усугублять не хочу. Но это не значит, что на канале Дзюнзиита вообще больше не будет. Он останется в совмещенном виде, то есть аниме в перемешку с мангой. Думаю, такой подход решит проблему. А просто пересказы манги уезжают на мой Бусти и будут выходить там раз в месяц. Ссылочку я оставлю в описании. Также на Бусти раз в месяц выходят видосы по монстрам. А на Бусти вообще действует авторское право? Вот мне интересно узнать или нет. Напишите в комментариях. Могут ли там выдать страйки? Я знаю, что могут вроде забанить за что-то. Вот за страйки по авторским правам могут забанить. И по SCP. Если хотите поддержать меня, то можете это сделать, оформив подписку на Бусти. Буду вам благодарен. Ух ты. Это самое грустное из всех смешных историй. Ну а я возвращаюсь к нашему Волку. Для начала стоит определиться с тем, кем вообще является этот персонаж. Любой ролик на Ютубе или обзор в интернете на любом языке однозначно утверждает, что Волк злодей. Но так ли это на самом деле? Нет. Лично по моему... Как мы недавно узнали из обзора Ди, он является... Ну, он здесь играет роль совести. Он не является не то, что злодеем, но его сложно даже отнести к отрицательным персонажам. Он совесть. Я бы даже назвал смерть главным героем. Что, дескать, кот не ценит свою жизнь, не растрачивает ее на всякую херню, рискует везде тут и там. И поэтому вот... Пытаться донести. Что? Не водите пальцем у виска, просто выслушайте мои мысли. Волк является физическим воплощением самой смерти, которая рано или поздно приходит за каждым живым существом. Причем она не убивает все направо и налево. Люди и магические звери сами умирают от старости, по своей глупости или от других людей и существ. Смерть лишь забирает тех, чье время пришло. За весь мультфильм единственный, за кем смерть пришла лично и раньше времени, был именно кот в сапогах. Больше она никого не тронула. Даже тогда, когда с ней рядом находились другие персонажи. Почему кот в сапогах? Да потому, что он бездумно потратил свои 8 жизней и относился к самой жизни без уважения. Легендам смерть неведома! Именно появление смерти помогло... По сути, вся вторая часть это испытание перед самой смертью. Типа доказать, что ты достоин продолжать жить. ...глокоту осознать ценность любой жизни. После чего волк, увидев серьезные перемены в своем противнике, оставил его в покое. Поэтому я и назвал смерть... ...на определенное время. ...главным героем этого мультфильма. Только благодаря этому персонажу, кот в сапогах стал лучшей версией себя и обрел настоящих друзей. У меня передаст, милоты! Ну а сейчас давайте пройдемся по прообразам нашего волка. По словам создателей мультфильма, они объединили три значимые фигуры, так или иначе связанные со смертью. Мы имеем, само собой, фольклорную средневековую смерть, древнеегипетского бога Анубиса и венесуэльского свистуна. А теперь чуть более подробно про каждого. Фольклорная смерть это мрачный жнец, ангел смерти, смерть с косой и так далее. Этот образ известен всем и каждому. Особенно часто использовался именно в средневековом... Ну, образ Анубисон тоже известен, а вот последний венесуэльский это вот... ...что-то новенькое. ...симализирует собой не только смерть, но и страх перед грядущим и неизвестным. Жнец выступал не каким-то злодеем, а просто чем-то неизбежным. Он появлялся на смертном адре и провожал умирающего в последний путь, направляя на высший суд, где более грозные силы решали, куда отправить душу. В ад или в рай. Нечто подобное было, по-моему, в греческой мифологии, а именно... ...в царство Аида по реке Стикс направлял хором. Теперь Анубис. Этот древнеегипетский бог заведовал погребальными ритуалами и мумификацией, являясь проводником умерших в загробный мир. Ну, Анубиса тоже знаешь. Хотя Анубис был крайне почитаемым богом, выполнявшим одни из самых полезных функций. Он заботился о телах умерших и вел их души по дороге к краю Осириса. Опять же, Анубис даже близко не был злодеем, а выступал крутым перцем. А самое интересное, что вместо человеческой головы у него была голова шакала, который относился к роду волков. Ну и последний прообраз — это Свистун. А вот это вот я не знаю. Это таинственная фигура венесуэльского фольклора 19 века. Свистун или Эль Сильбон. Это не совсем смерть. Согласно легенде, он убил своего отца и заставил мать приготовить его сердце и печень. Когда его поступки узнали, Свистуна наказали и прокляли. После чего он вернулся в образе потустороннего монстра. В таком виде он появлялся по ночам и мог стать причиной гибели определенного человека. Перед появлением Эль Сильбона его жертва слышала свист, который на минуточку имел точно такую же последовательность музыкальных нот, что и у волка в мультфильме «Кот в сапогах». Ну, кстати. Что это? Неплохо, неплохо, слушай. Про лист теперь давайте обсудим еще одну интересную деталь. В мультике волк обозначает коту, что он именно смерть где-то в середине сюжета. Однако намеки, причем крайне жирные, делаются уже с самого начала мультфильма. Метафорически, риторически, поэтически, теоретически или как-либо еще. Во-первых, на 10-й минуте во время перечисления прошлых смертей кота в сапогах в углах изображен наш волк, что как бы намекает. Во-вторых, персонаж изображен членом капюш... Я вот недавно узнал другой секрет, который я на втором канале на Мем Стеллос показывал, что, дескать, волк был с самого начала, когда кот в сапогах сражался с големом в самом начале. Шонни в плаще и с серпами. Он там находится за толпой, и он там, ну не очень скрытный, но тем не менее его не сразу заметишь. Вот, например, у меня так было, я его не сразу заметил. И превращаются в косу, что является прямым намеком на мрачного жнеца. Как ему не хватает молота. Как и цвет шерсти волка, схожий с цветом костей скелета. Плюс волк говорит, что от него еще никто не убежал, что, опять же, является прямой отсылкой на смерть. Но пока от меня никто не сбегал. В-третьих, на 15-й минуте мы можем детально рассмотреть серпы волка, на которых изображены волки. Но это не на 15-й минуте, а это можно еще заметить, когда смерть встречает кота в сапогах в том месте, где кот встречает свои предыдущие жизни, которые сначала его там чуть ли не восхваляют, потом насмехаются над ними и так далее. И он эти жизни, ну, разбивает, в общем. И в целом, он потом показывает вот эти вот все метки. Это вот предыдущие жизни кота. Восемь перечеркнутых жизней кота в сапогах. В-четвертых, на 37-й минуте, когда кот убежал от Джека Хорнера с волшебной картой, волк кладет две монетки себе на глаза. Именно так в древней... Это, кстати, я где-то слышал вот про вот эту вот легенду-то про вот эти монетки. Греции хоронили мертвых, чтобы у них были деньги для проходов царства Аида. В-пятых, в большинстве случаев... Ну, не совсем это. Я про какую-то слепую смерть типа того я где-то слышал. ...чев волка видел только кот в сапогах. Плюс, как и подобает высшему существу, волк появлялся всегда внезапно. И точно знал, где находится его жертва. В-шестых, все основные персонажи были представлены через постеры с розыском. А волк нет, что уже говорит о его необычной природе. Не разыскивается, ищет дом. В самом деле, намеков на то, что волк это смерть в мультфильме еще предостаточно. Так что можете поискать их сами. Найдете что-то стоящее, пишите в комментариях. Но саму смерть, кстати говоря, поначалу никто особо и не замечает. То есть, он до финала представляется в виде иллюзии. И только потом уже в финале его видят все. Это будет весело. А теперь давайте пройдемся по характеру нашего волчара. Поначалу может показаться, что этот персонаж хитрый и... Скажу так, хладнокровен. Все. ...крайне злобный. Ну, хитрый может и да, но злобы в нем нет совсем. Кстати, можно смело сказать, что волк был показан во всех мультфильмах про Шрека и кота в сапогах. Ведь в каждом из них кто-то отправлялся в мир иной. Просто мы его не видели. Ну так вот, наша смерть... Типа, он невидим для нас. ...соединяет свои прямые обязанности. То есть, заботится о душах умерших. В очень редких случаях она принимает физическое воплощение, не обязательно волка, и приходит за теми, кто проявляет полное неуважение к жизни и оскорбляет смерть лично. Найдя такого кандидата, жнец временно преображается, получая удовольствие от страданий и страха своей жертвы. Но такой подход носит скорее поучительный характер. Жертва смерти должна понять, что она делает не так, и исправится. Или же она будет отправлена в иной мир раньше времени. За всей видимой жестокостью и злобностью волка на самом деле скрывается благородная задача. Он мог в любой момент появиться за спиной в сапогах и убить его. Но вместо этого он просто наказывал его психологически и физически за наплевательское отношение к жизни. То есть, грубо... Ну, сначала, да, наказывал, потом запугивал. Боря смерть научила кота любить и ценить жизнь, как бы странно это ни звучало. И это лишний раз доказывает, что даже смерть в образе волка считает жизнь священной и ненавидит тех, кто ее не уважает. Другой отличительный... В те моменты, когда волк пытался убить кота в сапогах, я почему-то более чем уверен. Он знал, что делал и типа... Ну... Мазал специально, что ли. И положительной особенностью обсуждаемого персонажа является его желание играть по честным правилам. Смерть всегда давал коту возможность ответить и никогда не нападал первым. Более того, он всегда позволял не только пользоваться оружием, но и возвращал оружие в случае его утраты. После того, как жертва начинала опять ценить свою жизнь, смерть оставляла ее в покое и позволял прожить отведенное ей время, зная, что в конце они все равно встретятся. Но ты ведь знаешь, что мы встретимся, да? Если подытожить, то смерть в коте-сапогах это жестокий, но справедливый и честный персонаж, который относится к своей работе слишком серьезно. Я вот сейчас вот о чем подумал. А если бы кот-сапогах загадал бы эти самые 9 жизней, он бы их обнулил ударом одним ударом своим серпом или косой, когда он соединял эти серпы. Но при этом никого не убивает просто так. Уважает достойных противников и щади тех, кто осознал свои ошибки. Кто в волке увидел злодей, я до сих пор не понимаю. Пирог не приготовишь без дюжины смертей. Ладушки о ладушки, ну а что там у нас по способностям? Ну, в данном случае вот этот вот жук это супер карикатурная совесть. А вот это вот прям вот нормальная совесть такая. Не однозначная, но совесть. Ну тут все дорого-богато. Конечно, проще перечислить того, что смерть не умеет, но я все же попробую. Наш персонаж в образе волка обладает внушительными физическими данными. Он легко побеждает даже такого легендарного мечника, как кот в сапогах, которому по лору вселенной Шрека почти нет равных. Если, конечно, не мешает надоедливая ш... Я вообще так сказал, у него одна суперспособность. Он бессмертен. Все. Шерсть. То есть, для смерти не существует своей смерти. Кот в сапогах чуть ли не самый быстрый лору... Мне просто, конечно, интересно узнать. За смертью пришла смерть. Это, конечно, такой инцепшн. И персонаж в обсуждаемых мультфильмах, но волк умудряется легко его обгонять. Иногда он действует настолько быстро, что его движения незаметны даже глазу. Сбойся, когда смерть! К слову, волк единственное существо, которое пустило коту кровь, что привело последнего в ужас. Помимо этого... И восторг зрителей DreamWorks, который подобного не видели очень давно после таких проектов, как босс Молокосос. Я сейчас вот думаю, опять же, он типа мог... То есть он, получается, заранее знал, что кот будет жив? Раз он может предвидеть и всякое такое. Типа он может предсказывать будущее? Мне почему-то кажется, что нет. При этом, но я думаю, это и так очевидно, смерть бессмертна, ее нельзя убить. Более того, многие уязвимости... Потому что это тогда было бы вообще очень странно, что для смерти существует своя смерть. это все равно, что поделить на ноль. Обычных существ на волки вообще никак не влияют. Например, все ловушки темного леса, убивающие людей магическую живность на месте, на нашего героя не оказывают никакого эффекта. А так я вообще думал, а как выглядит смерть у Джека Хорнера? Как выглядит смерть у этих медведей золотовласких? Кто это? Уперито. Все одно крутой способностью является изменение реальности по своей нужды, чтобы сделать окружение более благоприятным для определенных обстоятельств. По мелочи идет обращение с любым оружием и возможность его превращения в более сложные или простые варианты. Но такие дела. А на сегодня это все. Благодарю за просмотр. Ну давай. Кстати, многие ведь говорят, что... Многие ведь говорят, что свист, который издает смерть, я по-моему уже в одном какой-то ролике говорил, но повторю еще раз. Это, короче говоря, музыка. из второго Шрека, когда кот в сапогах, он вот эти вот миленькие глазки показывает перед Шреком, чтобы тот его помиловал и взял с собой. Может быть, нет, я не знаю. Такая вот отсылка. Я вообще думал, что он насистывает какую-то народную песню или типа того, что это вот такая вот отсылка. я не знаю. Поэтому вот говорю такие догадки, которые мне недавно в комментариях писали, да и сам находил. Поэтому вот так вот. На этом все.